Девочка-пай Снежный лес, по которому я сейчас еду в поисках нового места на реке для того, чтобы половить на закидушки с двумя ночевками. Такая красота! Снежная зима пришла. Смотрите, твердое уже пошло. Не хватает, не хватает. Начала дерться пусиком, я решила дальше даже не ехать. Видите, видно, лесоповал был здесь и вот так вот разъездили, здесь вот эту вот колею страшную сделали. Выезжаем и ищем другой подъездной пнать. И вот эти вот следы, видите, оставила я здесь. Подерла немножко вот эту дорогу, блин. Ну хорошо, что есть защита на днище. Не зря ее, значит, ставили. Как вы видите, дорога становится все уже и уже, да? Степень дебри, в которой я залажу. Ну, все так интересуются местами, когда интересуетесь. Подумайте, поехали ли бы вы в такое место. Смотрите, из какой чачи мы выехали! Вы что думаете, я сейчас захочу уехать отсюда? Там красивая поляна, вон там. Надо попробовать туда проехать вместе с прицепом. Что, добрались до места, ребята? Добрались до места. Смотрите, какая здесь интересная, красивая поляна. Дальше туда никакого проезда, ничего нет. Собакин радуется жизни, как всегда, больше всех. И здесь вот такая вот интересная река. Я уже видела здесь малька. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлением. Друзья, прекрасный вечер, прекрасная, точнее, ночь. И я приехала на реку в 12 часов ночи. Ребятки, первое, чем я займусь, это, конечно же, установкой палаток. Потому что нужно прятаться от холода на улице мороз. И нужно, чтобы прятался пес. Одна палатка будет для ночлега, вторая обязательно будет для быта. Для ночлега лотос, для быта мой мор. Есть первая. Видите, даже листики остались с прошлой рыбалочки. Оп, вторая. Ребятки, палатка уже стоит, но на улице очень сильный мороз. Такой вот газовый большой баллон. Возим с собой. Сейчас нас подключим. И все. Да, Рамс, ты знаешь, где лучше всего, да? Лучше всего скажи, где в палатке. В теплым полом, на раскладушке. Все правильно. Друзья, вторая палатка морж. Для хозяйственных уз, как я и сказала. Так. Она тонкая, однослойная. Поэтому, я думаю, что в мороз не сумей не кантоваться. Столик маленький. Для того, чтобы можно было в шатре что-нибудь на нем расположить. Кстати, стол водонепроницаемый. Вот. С защитным покрытием. На столешнице. Леденький вот такой. И вот так вот выглядит сейчас шатер внутри. Организовали немножко пространство. Еще поставим походную кухню. Но сначала обязательно запалим печку, чтобы здесь было как дома тепло. Ну, красота. Сейчас вам покажу. Рядом вообще стоит палатка для ночлега. В ней уже... Ой, тепло, хорошо. Нашла баночку живых полосатиков. Наживляюсь. Ну что, целых две закидушки вот уже сделала. Я иду вдоль по лесу. И даже вот недалеко у меня здесь возле поляны видно, что, возможно, кто-то даже ловил. Сейчас посмотрим. Не ловил никто. Это, скорее всего, просто здесь ходит бобер. Но, как вариант, можем попробовать закинуться и пройти немножко дальше. Да, ребята, вот видите. Свежие, наструганные эти штуки бобра. У него прямо здесь... Ого! Ого, смотрите! Ого, смотрите! Ого! Ребята, он где-то здесь пасется. Бляха-муха! Первое, на мой взгляд, перспективное место, которое находится недалеко от лагеря. У меня такая закидушка простая. В два стопорка у меня заключен грузик. Его движение по основной леске я могу регулировать. Поводок, как видите, очень короткий. Я просто беру и что делаю? Забрасываю в опочки. Прямо сюда. Вон, хорошая глубина, неплохая, ребята. Неплохая глубина. Система предельно простая. Я забросила, повесила. Здесь вот так вот. Ох, земля, кстати, ещё мягкая. Фиксирую. Мотовила. Всё, готово. Можно ждать поклёвки. Можно идти установить всё ещё. Попаты, блин. Смотри. Вот видите. Для собаки, наверное, нужно чуть-чуть вбок это делать. Сюда это двинуть. Потому что он будет ходить. Он вообще всё равно, где он ходит. Попят. 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 Господи, вы посмотрите, что натворили. Обалдеть, а? Обалдеть. Е-мое! Да он тут ползает каждых 2 секунды. Рамс, нельзя. Ну вот, друзья, наконец-то разложилище. Скажу, сколько времени, интересно, самой заняло. У меня даже уже закинуто 5 закидушек. Час ночи. Знаете, что? До рассвета целых 7 часов. 7 часов. Это сейчас световой день рыбалки. Поэтому довольно-таки много времени. Хочу сейчас быстренько сделать в Казани что-нибудь вкусненькое. Вот. Палатка одна разложена, в которую можно переночевать. Там включен газ, там очень тепло. Палатка вторая. Смотрите, как дымится печечка. Наконец-то распалили ее. Она сначала не хотела гореть. Я даже 5 закидушек забросила. Ну, остальные закидушки я, наверное, заброшу после того, как сначала поставлю готовиться в Казан. Потом, потому что это довольно-таки много времени хождения по вот этим вот коридорам лесным занимает по берегу. И все. И потом пойду еще заброшу несколько своих закидушек. Вот так вот. И сейчас зажжем нашу печечку. Внизу в Казани лежит лук, следующее лежит мясо, свининка, следующий слой у меня морковь, картофель, вот такой вот кабачок, томаты, острый перец и две головки чеснока. И вот так вау за. Вот так вау за. Дома. Вот так вау. Продолжение следует... 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 тентом. Таким я на случай того, что пойдет дождь в Минске сейчас, не дождь, а снег. В Минске сейчас очень сильный снегопад, говорили мне, я созванивалась. И здесь мой шатер. Шатер в этот раз закрываю на вот такую вот маленькую дверцу. У меня два входа у шатера, один большой, один маленький. Сегодня я пользуюсь маленьким для того, чтобы меньше выветлевать тепло, которое создает вот эта вот прекрасная дровяная печка Intent Fisher. Здесь у меня стоит моя походная кухня, обвесы я не вешаю. Почему? Потому что приезжаю я сейчас не на неделю, но очень удобно, когда есть просто эти столы без обвеса, без ничего, использовать вот так вот для размещения своих вещей, еды, кухонной утвари, вот эту вот походную кухню. Здесь для собаки лежак, здесь сиденье, здесь сиденье, здесь окошечко, в которое можно наблюдать, кто там что там ходит. Как видите, высокая влажность, у меня здесь работает парогенератор. На самом деле я даже удивлена, что ни одного налима не клюнуло. Почему? Потому что здесь очень хороший такой поворот, двойной, и я попадаю на глубокие места. Ну что пойду сейчас со спиннингом? Потому что мне кажется, что интересные места для ловли щуки, она должна здесь тоже быть. Малёк был под берегом, понимаете? Странно, что нет налима. Диналим. Минимальный набор по приманочкам собран. Мне много не надо, как я и сказала, это будут колебалки, вертушки и воблера. Всё, что я беру с собой, вот вы видите. Всё, что я беру с собой, вот вы видите. Пару колебалочек, пару вертушечек и пара воблерочков. Есть даже одна резинка вот такая вот. Можно, кстати, на неё тоже попробовать. Спиннинг, ребятки, у меня будет Crazy Fish в росте 2,29 с тестом от 5 до 21 грамма. Сейчас вот я заброшу одну колебалочку, не колебалочку, а воблерок, и хочу посмотреть, как он работает. Начала вот от интересного, такого естественного цвета у себя в коробке. Он называется Mystic XS 95F. Силикончиком обрабатываются колечки, потому что колечки здесь, особенно вверху, совсем маленькие. Пробралось довольно интересное место. Здесь прогон и много-много-много травы под берегом. Берега сейчас подтоплены, вот я максимально близко подхожу до туда, докуда могу. У нём она, кстати, в основном везде твёрда, даже дно везде песочное. Поэтому, если уже провалюсь, так точно не должна вот там быть вылевка. Почему я решила подняться по течению? Чтобы вниз потом по течению вот так вот бросать воблерок. Попытаться поймать хищника. Посмотрим. Я немножко попробую таким цветом. Мне кажется, это очень даже интересный воблер, на который можно кого-нибудь поймать. Только что, ребят, был хороший звоночек. Вышла хорошая щука вот из-под береговой линии. И я надеюсь, что мне удастся поймать, значит, воблер этот рабочий, потому что не так много забросов я сделала. Пробуем дальше. Продолжение следует... Световой день всё короче и короче, поэтому я немного походила со спиннингом. Увидела два выхода щуки, одной побольше на воблер, одной поменьше на блесну. Пошла перезабросила, закидушки поставила по новым местам, все на червя. Всё, день закончился, уже потемнело. Чуть больше пяти часов вечера. Вот так. В светлое время суток мне хотелось половить рыбку. Но сейчас можно помыться, попариться и потом сделать обход через часик. Как раз банька быстро должна натопиться. Уху! Ееее! Бляха-муха! Как классно! Ну что, дамы и господа, для того, чтобы погреться, помыться, сделали баньку. Сейчас ещё приблизительно, наверное, 7 часов вечера. Как раз к тому времени, как выйдем, можно будет проверить закидушки или покушать. Перезабросить, поменять их места. Погреться нужно обязательно, потому что на улице такая мерзкая, сырая погода, в которой можно легко заболеть. А баня, она что делает? Она разрабатывает наш иммунитет. Ребята, 80 градусов это вверху, чтобы вы понимали. Это там, где находится градусник. Чем ниже, тем температура ниже, конечно же. Поэтому, если хочешь, чтобы было прям жарко, становишься, да, и хорошо прям начинает печь, как только может. И в тёмное время суток, представляете, приходится принимать баньку. Вот эти вот процедуры. Хочется матереться скрабом, хочется намазаться кремом, чтобы это всё впиталось, чтобы кожа увлажнилась прекрасно. Боже, как я хорошо выгляжу, а? Вам так не кажется? Обалденно. Где-то минут, наверное, 10-15 я сижу здесь, блин, уже пот в глаза течёт, все дела. Вы знаете, что я по традиции всегда окунаюсь в реку, но из соображений техники безопасности я этого сегодня делать не буду. Я сегодня буду обтираться снегом. Я не знаю, что я тут рассказываю. Я не знаю, что я тут рассказываю. Я просто в реку не окунулась. Оператор мне тут рассказывает, что холодно обтираться. Нет? Нет? Ребятки. Ох! Тело надо остудить. Ну, из соображений техники безопасности я в темноте в реку не полезла. Река. Река. Река штука такая, что я боюсь, честно говоря. Ну, интересно, от меня пар валит. Да? Ну, вот, наконец-то, пришла зима. Минусовая температура. И я, слушайте, я после бани вот так вот стою на улице. Вы когда-нибудь думали, что так можно? Ну, круть! А пока мы паримся с собакой. Пойдёмте, покажу, где она. Пёсик. Отдыхаем. Возле печки. В честной борьбе выбыло две закидушки по причине того, что оборвались крючки. Не проблема. Сейчас мигом перевяжем, нажимаемся и перебросим в новые места. Теперь будет. Давайте. Теперь будет. в своей палатке, мохнатый. Оп, сразу откинулся. Маленький. Такая собака. Теплообменник. И, конечно же, я в термобелье во всем, во флесухе, обязательно для того, чтобы не замерзнуть ночью. Ночью будет работать теплообменник. Обязательно у нас стоит будильник каждый час, чтобы мы просыпались. И вот там наверху, вот там наверху, у нас есть сигнализатор двугорного газа, датчик двугорного газа. Доброе утро, друзья и подруги. Легла спать в 11 часов ночи для того, чтобы выспаться, поднялась в 8. Представляете, 9 часов. Я даже в городе Минске так не сплю. И сейчас всякие просыпательные процедуры, конечно же, вкусный завтрак. Кашка. 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 на реке ребята очень красиво все деревья в снегу все в снегу вот мне нравится такая атмосфера с жалко что еще нет за край на закрайнах можно было бы поставить жерлицы с одной стороны ничего пока не поймалось ничего пока не села чуть-чуть там червяша то опьела и все странно такие места перспективнейшие по налиму единственное что вот смотрю очень много мусора здесь всего этого может кто ловит его здесь да не отпускает и выловил его очень легко истребить а может быть он уже куда-то пошел на нерест и мы не знаем где он нерестит ничего страшного всякое бывают и и есть есть на либус ребятки хоть одного нашла ребята есть он все-таки здесь красавец есть было так чуть-чуть сдвинутый смотрите какой он здесь красивый маленький правда ну большие у нас беларуси больших не водится это такая спортивная рыбалка бы ой змея ты моя ты моя змея какой-то красавец кто говорит что они не выживают и поплыл вот так мне кажется такие места стоит забираться только для того чтобы почувствовать себя не как беларуси согласитесь увидеть такие места дорогого стоит странно что здесь нет рыбы ребят что друзья и подруги вот такая вот рыбалка с ночевкой получилась я ловила на закидушки ловила на спиннинг рыбу увидела на закидушки только одну что-то чуть-чуть объедала но не сильно то есть на тропу на лима я не напала я нашла и только в одном месте спиннинг по спиннингу все тоже тяжело видать влияет погода нужно ждать пока она устаканится пока она успокоится и будут либо заморозки либо оттепель потому что у нас сейчас туда-сюда меняется несколько выходов щуки я вчера увидела сегодня вообще ничего если вам нравятся такие видео если вам нравятся туристические походы рыбалка с ночевкой без ночевки летом зимой вообще в любой сезон года в любую погоду обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии следите за обновлениями всем них восстание чешуи пока